На ручке селфи-палки находится пульт управления, с помощью которого мы сможем делать фотографии удаленно. Вот так мы его сложили и теперь раскладываем наши ножки. Можно запустить фотоаппарат на мобильном телефоне, сделать сопряжение с нашим пультом управления, попробуем быстро понажимать. То есть можно вообще серию такую быструю сделать. Привет всем, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас довольно интересная посылка от компании Блицвульф. В данный момент на ютубе появляется все больше и больше видеоблогеров, которые нуждаются во всяких гаджетах и устройствах для фото и видеосъемки. И в этой посылке находится одно из таких устройств, которое поможет видеоблогеру снимать свои фото и видео. А именно здесь находится селфи-палка-штатив с функцией Bluetooth. Ну что ж, открываем и посмотрим. Текст, что у нас тут внутри. Вот наша коробочка с селфи-палкой, которая упакована в такой мягкий материал, чтобы не повредилось ничего. Это очень хорошо. Достаем нашу коробочку, этого нам уже не нужно. И вот наша коробочка с нашей селфи-палкой, просто офигенная. Как мы видим, на коробке написано название компании, то есть Блицвульф и модель этой селфи-палки BW-BS3. С обратной стороны коробки написаны характеристики этой селфи-палки. По первой иконке видно, что селфи-палка у нас с пультом управления. Также он у нас как трипод используется. Также сама удочка, которая держит мобильный телефон, она у нас сделана из алюминия. Также имеется у неё 360 градусов поворота. В самом пульте стоит литий-полимерный аккумулятор и универсальный держатель для мобильного телефона. Модель BW-BS3, инпут-порт микро-USB, вольтаж 5 вольт, ёмкость аккумулятора 65 мАч, материал алюминий, длина 600 мм и вес 159 грамм. Ну что ж, открываем. Так, всё, достали мы наши селфи-палки. Внутри коробка больше ничего нету, можно его отложить. Так, вот наша селфи-палочка, она у нас ещё в одном целлофановом пакетике находится. Также здесь есть у нас инструкция. Инструкция у нас на английском языке, но это ничего страшного, и так будет понятно, как что использовать. Итак, друзья, вот так выглядит наша селфи-палка в собранном виде. Сразу скажу, что она мне очень и очень нравится, очень так стильно выглядит. Вот эта часть у нас отгинается вот таким вот образом. Здесь у нас держатель для мобильного телефона. Он также может поворачиваться на 360 градусов, вот таким образом. То есть в эту палку можно вставить мобильный телефон и вертикально, и также горизонтально. Также, как я уже говорил, это не простая селфи-палка, а селфи-палка-штатив. Потому что у неё на конце есть вот такие вот ножки. То есть мы вот так раскладываем наши ножки, и у нас получается штатив. Посмотрим на длину этой селфи-палки. Итак, попробуем её вытянуть. Итак, один, два, три и четыре. Нифига себе, дорогие друзья, у нас очень такая длинная селфи-палка получилась. На ручке селфи-палки находится пульт управления, с помощью которого мы сможем делать фотографии удалённо. При этом, сделав сопряжение с мобильным телефоном по Bluetooth. Вот так сам брелок у нас вытаскивается, вот таким вот образом. И можно его использовать отдельно от самой селфи-палки. Вот смотрите, как можно использовать этот штатив. Вот мы штатив установили. Также сюда устанавливаем наш мобильный телефон. Вот таким образом. Он у нас установлен. И теперь становится возможным делать фотографии удалённо, с помощью вот такого пульта управления. Вот смотрите, угол, при котором находится мобильный телефон, можно изменять. Изменяется он вот таким образом, просто наклонами. Вот так вот вниз и вверх. Также при необходимости голову можно зафиксировать, чтобы она у нас не клевала сама вот таким образом вниз. Делается это с помощью вот такого винтика. Мы его можем послабить или наоборот затянуть. Также, как я уже говорил, эта голова у нас поворотная. То есть можно использовать телефоны горизонтально и вертикально. Сейчас покажу как. Вот таким образом достаем мобильный телефон. Достали. И поворачиваем нашу голову на 90 градусов. Мы повернули и теперь опять же вставляем наш мобильный телефон. Это очень и очень удобно. Но если вам опять же понадобилась селфи-палка, а не штатив, то просто его складывайте вот таким образом. Складываем наши ножки. Вот так. Вот так у нас селфи-палка выглядит в собранном состоянии. И также выдвигаем нашу палку. И всё у нас получается селфи-палка. Если вам опять же понадобился штатив, чтобы сделать фотографии удалённо, например, с девушкой, то опять же складывайте его. Вот так мы его сложили и теперь раскладываем наши ножки. Можно запустить фотоаппарат на мобильном телефоне, сделать сопряжение с нашим пультом управления и фоткаться удалённо. Пробежимся немного по материалам, из которых сделана эта селфи-палка. Практически полностью селфи-палка сделана из пластика. Но удочка, которая выдвигается, вот эта вот сделана из алюминия, что придаёт большой прочности этой конструкции. Если я сейчас селфи-палку полностью раскладу, то мы видим, какая у нас она по длине. Вот эта вот удочка вот такая вот длинная, как мы видим. Да, вот у меня рука и насколько длинная эта удочка. Ну что ж, саму конструкцию селфи-палки мы рассмотрели. И теперь попробуем сделать сопряжение мобильного телефона с пультом управления. Вот так выглядит сам пульт управления. У него имеется одна клавиша и также светодиодный индикатор. А также снизу имеется microUSB разъём для зарядки самого пульта. Ну что ж, как я уже смотрел, пульт управления включается вот этой клавишей. То есть мы её должны зажать. Итак, зажимаем. Итак, мы зажали эту клавишу и у нас загорелся светодиодный индикатор. То есть светится вот таким голубым цветом и начинает моргать. Ну что ж, пульт управления мы включили. И теперь попробуем найти его по Bluetooth. Итак, переходим к мобильному телефону. Включаем функцию Bluetooth. Так, включаем видимость. Так, и у нас идёт поиск Bluetooth-устройств. Как мы видим, устройство у нас нашлось. То есть BW-BS3 мы его выбираем. И у нас идёт подключение к нашему пульту управления. Как мы видим, устройство у нас подключилось идеально. И теперь попробуем, что же оно делает. Если камера на мобильном телефоне у нас не запущена, и мы нажимаем клавишу на пульте управления, то у нас нажимается клавиша регулировки громкости вверх. То есть с помощью этой клавиши можно увеличить громкость звонка. Ну что ж, запускаем нашу камеру. Итак, камеру мы запустили. И теперь нажимаем клавишу на нашем пульте управления. Итак, нажали клавишу. Как мы видим, всё идеально работает. Фотографии у нас делаются. Нажимаем ещё раз. Всё идеально. Ну попробуем зажать эту клавишу. Ага, если мы зажимаем эту клавишу опять же, то у нас пульт управления отключается. Итак, попробуем опять же его включить. Так, и горит. Получается, у нас устройство сразу же подключилось к нашему мобильному телефону. Итак, нажимаем. Всё идеально фотографируется. Попробуем ещё вот так вот сфоткать. Всё идеально. Как мы видим, всё классно фоткается. Попробуем быстро понажимать. То есть можно вообще серию такую быструю сделать. Так, попробуем, что мы там нафоткали. Так, вот так вот много фотографий мы с вами сделали. Просто капец. Как я уже говорил, пульт управления сделан съёмным для того, чтобы делать фотографии удалённо. Вот я, например, запустил фотоаппарат на мобильном телефоне и хочу себя сфоткать с большого расстояния. Я ставлю телефон на штатив и отхожу примерно там на 5 метров, например. И нажимаю на пульте управления клавишу фотографирования. Нажимаем. И у нас делаются фотографии. Всё отлично. То есть мы вот так отходим на нужное расстояние и нажимаем на клавишу фотографирования на пульте управления. Нажимаем и фотографии у нас отлично делаются. Это очень удобно, если вы, например, хотите сфотографироваться со всей компанией людей, с которыми находитесь. Отошли на нужное расстояние и сфоткались. Кстати, сами ножки тренога у нас довольно-таки прочные, из такого прочного пластика. На каждом конце ноги находится вот такая резиновая вставочка, чтобы штатив у нас не скользил по поверхности, на которой стоит. Также сами ножки вот такими простыми движениями складываются обратно. И у нас получается селфи-палка. Также пульт управления можно запихнуть обратно. Сама голова селфи-палки может поворачиваться на 180 градусов. Делается это вот так. Просто вот так берём и поворачиваем. Вот она зафиксировалась. Поворачиваем ещё на 180 градусов. Вот она опять зафиксировалась. Всё отлично. Также сама голова вот так двигается замечательно. А само крепление мобильного телефона поворачивается на каждые 45 градусов. То есть мы вот так повернули на 45 градусов. Опять же повернули на 45. И также далее. 45, 45, 45. Дорогие друзья, от себя скажу, что эта селфи-палка мне очень и очень понравилась. Так что я оставлю её себе и буду ею пользоваться, когда это будет нужно. Потому что в этой селфи-палке находятся все нужные функции, которые нужны видеоблогеру. Здесь у нас есть сама селфи-палка, довольно-таки длинная. Также есть отличное крепление для мобильного телефона. Оно может вот так вот наклоняться, опускаться и также поворачиваться на все 360 градусов. Также на палке находится пульт управления, с помощью которого мы сможем делать фотографии удаленно. И также это у нас тренок-штатив, который раскладывается вот таким образом и устанавливается на поверхность. Всё отлично. Стоимость этой селфи-палки составляет в пределах 15 долларов. И купить её можно в интернет-магазине Banggood. Ссылка, конечно же, будет в описании. Так что вот такая замечательная селфи-палка мне пришла, моделью BW-BS3. Вот так селфи-палка смотрится в собранном виде. Она довольно-таки маленькая, удобная и компактная. Так что можно положить её в рюкзак и она вам не будет мешать. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой небольшой обзорчик у нас получился на такую селфи-палку-штатив. Она очень классная, мне понравилась моделью BW-BS3 и приехала она из магазина Banggood. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео со своими друзьями в соцсетях. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. И с вами Влад Ютубер. До новых обзоров, новых самоделок и других видео. Пока!